я тебе хоть раз запрещал или говорю что без родителей так это третий час же это же мы не прошу вот с 8 до 9 8 позднее вы не рекомендуется подросткам и детям в это время тусоваться нет второе отметил тебя одно еще так получилось первое время зарекомендовать себя как ответственного человека молодого которого можно доверить что в этот час тебе разрешено там письменного согласия родителей находиться здесь это они пишут тогда да и то это как груди для всех это можно сказать даже привилегия понимаешь ты зарекомендуешь себя на соревнованиях на мероприятиях тогда да этот вопрос можно будет обсуждать а ты как странно тебе сказал что на соревнования без родителей нельзя я сказала что третий час в субботу без подготовки к тренировке без родителей нельзя а подожди у меня в сфере ты будешь рассказывать людям об этом слишком много каких-то несвязанных слов приносит нет в субботу вообще смотреть в субботу третий час без родителей запоминает да нет ты что в субботу 4 часа раньше располагается в какой третий час в субботу в 7 часов вечера вот здесь вот так вот 4 часа в 7 часа это отсюда выполняем в 7 часов там с 8 до 9 редко кто остается основная тренировка в субботу начинается в 4 часа спина ровная спина ровная спина ровная и длиться до 20 часов вечера Два часа основные, два часа подарочные, всем подарочные. Вот неважно, да. Всем. Два часа основные, два часа подарочные. Запомнил? Суббота. Пятый час только для тех, как и третий час, потому что не проявить говорить, только для тех, кто заточен в мастер-классы, наступления, соревнования, кто себя показали как дисциплинированные, ответственные, мега, супер, упер, прям вкачивающие, пусть и всегда получаются, потому старающиеся. Поэтому приходишь в субботу, в субботу проводим витогную тренировку, смотрим, кто на что способен. Все намного способен. Уже сейчас показать свои способности. Соответственно, соответственно, объявляем о всех грядущих мероприятиях. Еще. Может быть, и на какое-нибудь выступление, кроме 12 апреля поедем. Сначала, чтобы поехать на какое-то выступление, нам надо видеть от тебя какую-то программу, на выступление, ее надо четко здесь отработать. Каждые ходы, каждые подъемчики, зависания, замирания, переворотики, все-все-все. Алло. Вот это все отрабатывается здесь. Николай Алексеевич. Все? Да, здравствуй. Как самочувствие? Все, конечно, сомнение. Не полегче не стало? Субботу с 6 или до 10. Блин, этот... Братан, помнишь же дышать? Кирюк, пока не отвлекай. Дыхание, я сейчас подскажу. Как она? Кипятишь воду, там, в кастрюле вода закипела, прямо вот забулькал, огонь выключаешь туда, столовую ложечку соды, полотенчиком накрылся, продышал над содой, вот она там прошипела, и прям подышал, и такие движения. Глубокий вдох, глубокий выдох, ты услышишь вот эти вот захлебывания. Там, знаешь, как бы выдыхаешь на вакуум упражнение дел, когда-нибудь, когда полностью выдыхаешь воздух, и ты услышишь, их надо выхаркать, то есть прям выкошлять, там, вот так вот вот. Но это один из немногих способов, когда вот можно реально вплоть до таких вот, в крайней степени, как предыстория пневмонии, вот эту вот мокроту всю, не дать она, чтобы загнила. Либо вот сода хорошо, и хорошо также над паром продышать этим. Мась звездочка там какая-нибудь, чтобы она вот эта проникла полностью, эфирные вот эти вот все, проколотиться, про, знаешь, как вот, там, вот так надо, только в таком состоянии тебя не даст, а ты это почувствуешь, как вот, знаешь, как сопля вот эта вот, она выскочит из тебя, либо выхаркаешь. Это, Коль, смотри, Сергей Сергеевич позвонил, про завтра сказал, первый самый вопрос, главный, или про сейчас трудовая, этот, деятельность там, сувитаж, мне для понимания, 100% совершеннолетние нужны. С какого? С 16 или с 14? Просто у нас... у нас просто самые старшие, это, это, виновные, но я их контакты не знаю, кто сейчас на тренировке находится, самый старший 12 лет, да, как бы даже родителям их неудобня, как сейчас говорить, но это, чтобы, знаешь, да, не восприняли. Вот, я тоже, 15-16 контактов у нас нет, но Денис Владимирович там еще напишет, который вот есть родительский, да, но вот тоже мы вспоминаем, у нас там возраст, там лет 14, там старше нет никого. Скажи, пожалуйста, мне Дарье надо позвонить, или кто-то выходил на связь с Феноменом, или сообщал про завтрашнее мероприятие? Что-нибудь ответили, что говорят? Все в курсе, да? Ага, потому что я могу прям это, убедить Дарью, чтобы она сейчас же прямо от них получила ответ. Ну, чтобы не было, это надолго растянута. Это 19. Это в 7 часов вечера. Ну, я, Денис, Петр и Сергей Сергеевич в курсе. Находим одного, открывает зал на завтра, завтра тренировка с 18.00. Это как бы по-любому надо организовать. Ну, там 3 человека условно сейчас есть. Серый говорит, Серый говорит, пятерых надо, да, стабильно? Серега говорит, пятерых надо? Потому что так-то у нас вот ориентир трое есть, надо понять сейчас это. Ну, давай, смотри, я сейчас горячевый тогда все-таки пиликнул. То есть, узнаю, что она там, ну, пусть она скажет что-нибудь, или пусть еще раз, может быть, прозволит Никитом, кому там, ребятам, что вот тут. В принципе, вроде бы все. Я просто, как неожиданно, он сказал, мы на завтра подготовили вообще здесь репетицию к субботнему этому, к соревнованию. То есть, подумал, как бы спойняем их встретиться, составить шаблоны, это что, напечатать в фотошопе там надо, потом как это делать. Ну, тогда что-то как переформатируем. В общем, это, будем рожать как. Все, Николай, я все понял. Денис, что-нибудь там, Николая Алексеевича, спросить? Я с ним разговариваю сейчас. Нет, я уже вот все то, что и хотел спросить. Все, Денчик, тебе это, от Николая Алексеевича привет. Все, письма все прочитал, все прочитал. Письма он прочитал, все прочитал, машет тебе рукой, передает здоровье. Так, Николай, в общем, тогда ориентир, завтра на созвоне, звоню сейчас горячевый, узнаю, что как, ну, в общем, это, выздоравливай, поправляйся. Там надо приезжать, там надо представиться, или как-то пропускной режим, как-то, не знаешь, находить будет? Ага, с Алексеем Геннадьевичем, связь держать? У тебя контакты есть его? Да. Все, ладно. А он там будет, что ли? А? Он там будет? Алексей Геннадьевич, наверное, там будет, я не знаю. Во всяком случае. Ну, созвонимся с ним, Все, Николай, выздоравливай, поправляйся, подыши, пожалуйста, надо вот это, прошибает классно, и по возможности, знаешь, если сейчас нету прям вот возможности пропариться, горячую ванну воды набирай, ложись туда, нужно, надо, надо, я опять, я как прохожу, да, вот эти все лечения, таблетки я не особо люблю, но часто бывает всякую хероманьку подхватываешь, много людей, общаемся, там, 9, что я делаю? Чувствую, чувствую, да, маленько что-то начинает, вот не то, прям горячую ванну лежит, чтобы попи вышли, все, что можно прям выше, и даже по несколько раз за час, то есть я чувствую, выхожу, чтобы дурно не стало, опять продышал над паром, вот эту макроту выбить оттуда, то есть она собака, если там начинает вот лежать, все, потом полностью легкие, как могут наполниться, а это уже вот пневмония, это уже вообще капотоз, все, Николай, ну, в любом случае, там, если есть, посоветоваться у тебя, кто, ну, докторский, там, кто в курсе такой темы, вот, отхаркивающие, какие-то, потому что, ну, продышаться надо обязательно, все, Николай, доброй ночи, всем здравия, ну, тогда иди, до завтра, надеюсь, все, всем доброго, Мишан, не балуй, пожалуйста, ладно, что, что, речь, Нис Владимирович, тебя настроила на подвиги, построила, ну, давай, совершай подвиги, мы с радостью, мы с радостью, хотим тебя увидеть, в составе разных мероприятий, в участии, давай, давай, дерзай, дерзай, время-то есть еще, еще 10 надо сделать, он, вот сейчас он дал добро, говорит, звони, горячевый, горячевый, он говорит, я с ним сообщил, я им сообщил, ответов нету, сейчас подним ноги, ноги поднять, надо по-любому, сейчас, надо сначала спуститься, с небес, а, 10, 9 сейчас будет, да, да, Дарья Александровна, приветствую, полетели, удобно, удобно разговаривать, минутку прям, о, нифига, ты работаешь, я понял, ты освободишься, могла пиликнуть, 7, 8, ну, лады, хорошо, 10, все, добро, я не могу мешать заниматься, там маленькая, да хорош, ты что, покажи, Денису Владимировичу, я бы даже внимание не обратил, покажи, покажи, нет, я сейчас придумаю упражнение на руку, чтобы нагрузка не было, хочешь, Мехмайл, давай, нагрузка, чтобы на ручке не было, такой, хочешь, упражнение покажу, погоди, давай, петельки, а, погоди, петельки пока отложи, 4, 5, 6, 7, 8, отложи пока петельки, 9, смотри, что тебе надо будет сделать, так что тебе это не будет, очень интересно, стоишь здесь, смотри, повесь, 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 стесняйся, повесь, а ты лучше, пока не будешь, надо, что делать, так же, наша любимая лесенка, делаем, это будет одно, это будет обнизу, вариантов, как? может без лесенки, сделаем, лесенка, и пополам, десяточка, у вас, успеешь, вернее, все получится, один из вариантов упражнений будет, смотри, ты делаешь одно отжимание, с грудью до пола, 8, а я подниму, все, я саду, делаешь подъем, два, три, четыре, пять, шесть, делаешь подъем, так, 10 раз, пожалуйста, сделай, я пока найду твою справку, Николай Алексеевич, позвоню, я справку, так я не доискал, подпрыгнул ножками, подпрыгнул двумя ножками, прямой спинкой поднял, поставил, отпрыгнул, пять, отжался, отжался, красавчик, подпрыгнул, спинкой прямой поднял, главный тренер, не горбать, смотри на главного тренера, тебе представься, смешай, вот тебе представься, кто такой, дядь, скажи, дядь, ты кто, ты спросил, дядь, ты кто, дядь Степа, дядь Степа, Денис Владимирович старший тренер, я не шучу, он главный, даже, наверное, правильный, главный тренер, в общем, он здесь старший, ну, старше него только президент, и Владимир Владимирович, который тоже президент, вот, вот присел, ты сейчас правильно, получается, надо ниже присесть, понимаешь, ты за счет того, что ты не можешь ниже присесть, у тебя получается вот такая штука, вот, видишь, вот, вот так вот, ты сгорбленный, пытаешься поднять, не пытаюсь, не пытаюсь, я поднимаю, поднимаешь, хорошо, во всяком случае, это неправильно ты делаешь, нельзя, подсеть, подсеть ниже, спину выпрямим, опасно, плечи выберем, разверни, и вот так вот, скругленно прижато к шее, разверни, и только потом встать, так же спокойненько, и посмотри, как Сергей Геннадьевич, видишь, как делал, не отползал, там вот так вот, прыжочком бодренько, покажи, как он бодренько, отжался, с его крупностью плеч, ему не позволяет отжаться до пола, нет, но близко, а, у тебя плечи такие же крупные, как у него, у меня не получается, так надо, братан, надо дерзать, можно вот так попробовать, по шее, по шее поставить, по шее поставить, по шее поставить, вот это вот, и еще, молодец, молодец, а что он до свидания говорит, в спину так, а что, на чем мы остановились, на шесть, на шесть, делать надо шесть, они сейчас подъедут, погнали, я понял, раз, два, ты пошел, три, Мишель, четыре, настроение хорошее, шесть, шесть, ты руку будешь, братан, смотри, я справку твою не нашел, пожалуйста, бы ты приносил после справки, нет, до оригинала, я у тебя не мог взять, сто процентов, ты что, справку, смотри, справка, какая справка, ты можешь, как она называется, о, где ты ее взял, состояние, кто тебе матушка, где взял справку, мама, мама где взяла, копию, и мы не могли, я не знаю, ну откуда принесла, ну она, он не знает, копию, мешай, копию 100%, я мама дала, петру, возьми, да, копию 100%, я не брал, вернее, оригинал 100%, я не брал, потому что мы оригинал не берем, кроме медицинской справки, попроси, пожалуйста, снять еще одну копию, с той справки матушки, ладно, я вам, у нас, смотри, у нас написано социальные, я твоего не вижу здесь, потому что, наверное, ты, может быть, ты хотел, хотел, новости, но забыл, узнай у мамы, пожалуйста, ладно? мне мама, мы в машине приезжали, приезжали, у меня дали. раз, три, четыре, четыре, два, три, раз, три, и раз, и раз, хороший, хороший раз, прям туда, раз, и медленно, медленно встает. Дмитрий Владимирович, там время, их надо потихонечку, время у нас что по таймеру? А, Мишельник все ушел? Плюс-минус 0,9. Плюс-минус 0,9? Вы потихонечку, сейчас давайте тоже, если мы звоним, что вам даст последнюю проблему, потом мы будем попрасывать. Осталось, я осталась. Сейчас оставь полотка. Тихо, тихо, поделись, поделись, поделись. Так, ну все, чтобы родители не переживали, давайте пьем, остываем. Мать, умираем, остываем. Дарья работает, говорит, я работаю. Тим, говорит, ничего не напишу, Вайбери. Мишельник возник, наверное, куда-нибудь. На, на, на. На, на, на. Пять восьмот, пара, на, на. Сейчас. Плитку запускают, один участок. Пока в раздумьях насчет второго. Если второй участок запускать будут, то как вариант, да, можно взять. Что нам с серым-то делать? Посмотреть надо. Ну, он сегодня этот, я вот что забыл, ну, не сказал, хотел сказать, не сказал, как раз-то он, по-моему, позвонил, да? Да, да, да. И ты сказал, что вот про эту тему, что как бы он не это, не позабыл обо всем важном. Когда он мне сегодня это все говорил, я ему задал вопрос такой, я говорю, Серый, ну, как ты думаешь, кто поедет, по большому счету? Ты знаешь, что, я поеду, не важно, это я поеду. Я так, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ты смотри, вот он про какую справку у него внестиемка. Красавчик. Он именно про согласие про это. Согласие есть, да, блин? Убежал так быстро, я хотел телефон, чтобы уходить. А, ё-моё, всё, я позвоню его маме завтра, у меня же есть номер телефона. Нету, 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 я с ней разговаривал уже, у них нету социальных. А, нету? Нету, у них социальных нету, она сама мне говорила. Потому что, да, я помню, она говорила, но очень странно как. Ну, он чуть-чуть потерялся в мешоке. Ну, да. И он прям, знаешь, у тебя... Суякая, но ему надо, он хочется. И он у него... Кирилл, что такое? Тихо, 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 успокойся. Она помогает тебе подносить. Ты ей должен помогать, ты чё? Она помогает подносить тебе, Кирилл, успокойся. Девочка, ты ей должен помогать. Но она старше на 4 минуты его. Тем более ты ей должен помогать, раз это старшая ещё и сестрёнка. Да? А раз старше ей не помогает кладшему... Давай, 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 выходи, давай, я к ним вам так. Ему это надо, Денис, ему почему-то... Ему надо увидеть других боссов, которые его пускают... Ну, боссы, не которые его зовут, а боссы, как бы, которые он, ну, сблизиться позволит. Что себе, что позволяет себе боссов такого плана, сблизиться, ну, сблизиться, и в прямом смысле. А вот, что он тут уже перелезает. Сержушка, сейчас полугольника сын не перелезает. Серж, серж. Да, помоги, пожалуйста. Я искренне верю, что... Ну, там всё на самом деле не так, как раз. Смотришь, ты несёшь, короче, все боссы вышли. И что, к серому сближение на таком уровне, оно как бы нужно. Он уже не ребёнок, который не грозит оттуда, да, но он в натуре до такой степени он не позволит себе сблизиться. Ну, сколько я всего в жизни повидал. Он склонен к странным поступкам. И самых несближаемых, сколько попадалось, которые потом сближаются настолько плотно со всем, чем угодно. Вот именно он, Серёга, он склонен к таким поступкам, это слишком, вот, сопряжуясь. Сопряжать с тобой. Да, бывает, или так вот, нытики, мальчишки, нытики бывают, вырастает потом вроде бы мужчина, плакать, плакать это хорошо, очищаются тело через слёзы, это надо плакать, это очень чёрстые люди, кто плакать не умеет. Ну нет, не ныть, не ныть, не хлюпить, кому будет, когда... Ни в коем случае нет, конечно. Вот это вот, нет, можно сплакнуть на, ну, на могиле героя, там, или сплакнуть, когда собачки, животные видишь, какой-нибудь грустные, да, вот, которые, там, повредили, если людям страдают, сплакнуть... Ты чё, хорош, Кирюш, Кирюш, ну, некрасиво. Ну, он его несёшь. А слишком, когда... Или искренняя радость какая-то такая. Да, склёсты радости, да. Захлёст, да. Или там пылинка попала, или свет, лучик, солнце, раз, и слеза пошла. Такое бывает. Так, до завтра или до пятницы? Или до понедельника. Диан, давай по чесноку. Ну, как до понедельника, у нас суббота, так все ли соревнованиями? Пожалуйста, 12 апреля, зарубимся. Диан, скажи, пожалуйста. Вот Кирюша сегодня, да, это по чесноку? Прямо критично. Вот он сегодня хорошо сделал бы вот эти действия, или мог бы лучше? Мог бы лучше. Мог бы лучше. Я тоже думаю, Кирилл, на сестрёнку не хулигань. Лады, давай, в следующий, ты прямо дома готовишься. Мысленно подготовься, без переживаний. В субботу вытягиваем, я надеюсь, вы в первую призовую тройку попадете. Это 18, 11, либо 6, ой, отставить, либо 5 занятий. До свидания. До свидания. До свидания. И второй важный момент, как Николай Алексеевич говорит, ну, там подарки, медальки купите. Я думаю, медальки, а не надо, не нужно покупать. А лучше подарок, это сказать, первое место это 18 занятий, абонемент, там 18 занятий, ну, трех в эквиваленте денежных, да, это нормально. Второе это на 11 занятий, третье это на 5 занятий. Всем участникам. Ну, по абонементам, в общем, как есть они абонементы, да? Да. Всем участникам. Ну, как вариант, да. Подарочное занятие одно всем участникам. Половинить, меньше делать как-то не красиво, да, потому что. Это больше на наш я хочу настроить добыть, наших замотивировать. Но такое, занятие до апрельские, только апрельские. То есть 18-12 апреля там будет не 12-е, вот как-то уложатся, а не уложатся, как-то 18-е что-то впихнуть. В субботу это будет сегодня 12-е, плюс 4-е. В принципе, можно уложиться там, каждый день все будет, сколько лет ходить. Подвели занятие можно сделать только майские и сказать, что они с мая будут действовать. Можно так вот тут подумать. Ну, чтобы стабильно, в 18-е человек прям подвести. Ну, да, да. Сделать 10 испытаний на… Мне кажется, с мая надо делать. Ну, не с мая. Как майские праздники, чтобы была какая-то такая мотивация. А там и 9-го мая что-нибудь придумали. 10 испытаний или 8 или 10 испытаний в силу гибкости вот такого характера, как гантели, это все вот полностью в направлении вашей силовой атлетики и гимнастики. А вот эти 8 или лучше 10 испытаний основных, а последние, они, например, керинс-про. А как будет баллы оцениваться? Как это будет? Кто выиграет? Как понять? Одно испытание 1 минута на количество действий. То есть количество за минут, сколько делал. Правильных действий. Если это касательно на гибкость, здесь надо увидеть 100% уверенный шпагат в течение минуты, уверенный мостик в течение минуты. Ну, простое, чтобы по минутке быстренько. И последнее, это будет элемент на турнике, то есть последнее, которые дадут лишь просто набор дополнительный. Один элемент – один балл. Вот минуту он делает, один элемент – один балл. Вот и все. Все по чесноку, все попробуют. Это как бы нам уместить надо в объявлении, и эта же тема должна быть, как знаешь, типа она же будет и дипломом, и там, об участии. Вот это будет красиво, что человеку скажет, о, я за это получил диплом, вот за такими-то действия. Только не могу понять, как написать название. Не надо и вписать название каких-то испытаний, помнишь, как на соревнованиях. Участие в двух дисциплинах. Там, воркаут-христайл и силовое треугольное. Вот как нам это указать. Вот я пока в задумчивости. Я хотел, Захар, завтра поди, и да, говорит, поразмышлять. Нам об этом. Ну, возможно, нам придется поразмышлять при разгрузке-погрузке. Ты смотри по состоянию, тебе не надо, Серега. Ну, я грузить-то, погружать. Блин, было просто, если бы ты здесь был. С Захаром сидели бы, мы подумали бы, что на тренировке, что на соревновании. Вот это исходя из этой темы. Посмотрим, завтра не знаю. Нет, если надо трудиться, то и занимайся основными делами. Если вдруг у тебя получается зал подменить кому-нибудь, потому что если не получает, тогда себе вообще на ту и поет один. Но зато связь с общественностью. Самая такая. Десерта. Он не понимает, я с ним же и разговаривал, и он опять чуть не вперся. То есть мы в штабе общались, я прямо с ним поговорил, опять его достроен, сопли довел. Он патологически лжец. Он не понимает про что, да? Блин, как не понимает? Он понимает про что, он не может с собой совладать, он патологически лжец. А в очередной раз это все приходит, но он соглашается с этим, но он не может с этим бороться, потому что одержимость она просто насильная. Пример. Какой-то паренек написал сообщение, что он смотрел видео у дяди Славы, где он делал как, пойдем переворотом, то есть без касания, говорит, ну легко он там сделал. Я себе говорю, найди что за видео, да, посмотрим как он делает. Находит какое-то видео, он говорит, ну есть подъем переворотом, нет, здесь есть отдельные действия. Я говорю, а ты его видел? Да. А я говорю, ну есть подъем переворотом в наборе этих действий? Да. Говорит, ну отдельно нет. Если нет отдельно, то ключи целый. Вот у него, начиная с этого какие-то пробросы, он почему-то, он важность своим делам придает важность. Да, да, да. Потом, когда вопросы начинаешь ему задавать, он, бля, что-то я там перенакидал. Перебазничал. Посмотрели видео, идет какой-то следующий, он рассказывает. Вот, как обычно, да, он не полезными вещами занимается, а вот смотрит дядю Славу, допустим, и рассказывает. Говорит, и админ видел, да, там с каким-то типом, с силачом он, я спросил, что за тип? Он говорит, это дядя Слава и какой-то там тип. Я говорю, я знаю, что это дядя Слава. Я понимаю, что это другой тип, кто разговаривает с ним в трублетке там или где-то. Я говорю, а кто рядом с дядей Славой сидит? Я не знаю, спортсмен какой-то. Я говорю, ну ладно, я смотрю, он похож на актера. Я забыл, что за актер, я даже забыл, что за фильм. Я потом перечислил набор фильмов, блядь, накидал серую ночь. Он как смотрел. В общем, ты помнишь такой, этот, юмористический отрывочек из кино, где стоят мужики в поле, что ли? И один другого спрашивают, типа, ну там, почему? А тот говорит, потому что. Такой, потому что. В полях они, это про женщин, там не про женщин. Ну типа, потому что. Ну я, этот, по-моему, пародий много снимали на этот отрывок. И пародий, и его вставляли в раздет. А это отрывок из фильма, где четыре типа, они какие-то, они там бывшие на самом деле в жизни, это КВНщики или какие-то там, эти юмористы. Вот, и они в фильмах, начиная день, выборов, блядь, день, радио, четвертый там путешествовал. А я такой перечисляю, говорю, сериалы что ли какие-то, сваты, не сваты. Сериал такой, сваты. Я говорю, да нет, блядь, я просто перечисляю, где я мог по телеку видеть, когда телевизор смотрел. Я говорю, а что, Север, ты такую приколюху не видел? Он нет. Я говорю, ну набери в интернет. Вот я говорю, мужик похож на этого актера. Вот что началось. Он такой, а! И такой, знаешь, я чувствую, что он узнал про какого актера, да? Я это почувствовал по его вот этому излучению. Образ, образ. На нем видно, что он понял. Но он такой, как бы, ну нет, не знаю. Я говорю, а ты видел такую приколюшечку такую? Я там объясняю, почему там? Потому что. А женщина, говорит, знаешь, на что он спрашивает на вопрос наш мужчин? Почему? Ну это такая тема в этом фильме. А такой, говорит, почему? Он говорит, потому что, блядь, на тебя ответ женщин. Я говорю, Серым про это рассказывал. Он говорит, нет, не видел. Я говорю, ну набери в интернете там, почему, потому что. Он набирает. Он такой, а! Он даже не удержал эмоции. Я говорю, что, видел? Он такой, ну нет. Я так, ну ладно, думаю, почему это эмоции? Это, а, так. Он потом смотрит несколько раз. Я говорю, не видел? Нет. Я говорю, ну а что за актеры? Он такой, не знаю. Надеваем тему. Оказалось, он актеров эти знает и, блядь, и День и Выбора это знает, и День и Радио всех. Он знает все. Хотя я его спрашиваю, говорит, День не видел, нет, не видел. Я говорю, погоди, про День и Выборов, блядь, ты точно мне, блядь, сказал? Он говорит, ну да, но вот один актер из них. Я говорю, погоди, ты смотрел, где этот фильм, День и Выборов. То есть ты помнишь, что этот актер, даже я сейчас вспомнил, что этот актер был в связке, блядь, с другими. К ним обратились раскрутить депутата, там, блядь, там, казаки что-то пели, там, этот, пьяный, блядь, шнур, там, выборы, эти, диггеры, блядь, там, пидори, да, там, всякие. Я говорю, и ты, блядь, смотрел это, ты не знаешь? И вот такой весь, вот так вот он, блядь, фишка у него под глазом еще, блядь. Я говорю, все, вот это ты на туре жалу, блядь. Я говорю, ну что за хуйня-то? Если мне человек рассказывать, и просто он какой-то, он это все сожрал, блядь. И знаешь, ну если бы он, я, например, блядь, был бы на допросе, он бы все, просто бы он все бы на себя взял, все, что можно. Он даже не может отстоять свою позицию. Я говорю, а что там, мама, блядь, ты не видел? Ну я, нет, не видел. Я говорю, да хорош, серый. Я говорю, хорош, люди, где, блядь, не в попу, тем более ты там по пабликам тусуешься. Я говорю, сто процентов хотя бы фотку, блядь, видел это, потому что, блядь. Он говорит, ну я это вылазил, знаю, но тех я забыл. Я говорю, так не бывает, они в связке. Это как, ты как знаешь, если человек смотрел какой-нибудь фильм, допустим, там, Кровавый спорт, блядь, это забыть, как Ван Дамша был в связке с этим другом американцем, который, просто, блядь, исключить его. Я говорю, а ты этот фильм не один раз смотрел, а актер тебе это, ну, наверное, нравится там. И вот один тип похож, который с дядей Славом был, прям похож на одного из актеров. Он говорит, я с ним разговариваю, и все, его как поволокло. Я пытаюсь ему что-то сказать, я говорю, блядь, серый, что тут у меня? Я говорю, это что-то с детства получается. Про все, про то, что он недовольство свое на мне срывает. Он говорит, ну, не так, он не может лицо сказать. Я говорю, ну, я понимаю, если бы не было времени у человека там пообщаться. Говорю, серый, мы красни, практически видимся. Если есть что-то какое-то там, ну, переживание, ну, критик не скажи. Типа, серый братан там, или Сергей Геннадьевич, как угодно может он высказывать. Ты не прав. Я говорю, ты что боишься? Я вот что-то вот распереживался. Я говорю, конечно, растыкаши, ничего у тебя не возьми, ты все распереживался. Вот, когда мы с ним, когда вот в зале-то увиделись, когда кино снимали экшописты, я же с ним до этого, он мне звонит, у него зуб на зуб не попадает. Он его там, блядь, не то, что троит, его прям там дистерит, он прям вот трясет. Я слышу просто, как у него вот так вот, телефон, блядь, блядь, я тебе серьезно говорю, я вот эту вот илюзию, я слышу, я понимаю. У меня вот так, как ты сказал, образ такой доходит, я просто слышу, я просто понимаю, что там происходит, а потом вот так вот трясет, блядь, 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 блядь. Не, я конечно с ним поугарал над ним. Ты когда снимал кино, ты говорил, серый, ну мы что сегодня с тобой разговаривали? Да, да, да. Я говорю, обучил ты. Он, знаешь, с чего начал, сейчас постараюсь вспомнить. Мы разговаривали, он выбирает вот цепочку событий, он выстраивает для себя, что все. Потому что у него разговор начинается. Он такой, все, мне пизда. Денис, сегодня все, мне сегодня реально пизда. В смысле, он представляет, что он у нас начинается с этого телефонный разговор. Я естественно начинаю его угорать. И потом я его спрашиваю, Серега, почему ты решил, что тебе пизда? Бля, ну потому что я, короче, накосячил, блядь, это я не сделал, там я, короче, не сказал, тут я не рассказал. Прикинь, мы все, весь день там все.